и всем еще раз доброе утро мы уже неоднократно говорили о приближении августа август наступает это была шутка в древнем риме говорили что вот все путали император август почему одерживал победы потому что только он на кого не собирается напасть предупреждать август наступает эко там удивил ну понятно что он раз и нападал август действительно наступает и мы поговорим о том кому грозит ретроградный меркурий кому из знаков зодиака будет сопутствовать удача в этом и надо ли все-таки сажать посленовые я настаиваю с консультирующим месяц прошел а вопрос остался с консультирующим астропсихологом преподавателем астропсихологии руководителем латвийской ассоциации астропсихологии психоанализа верум с натальей бушуровой мы будем общаться на сети животрепещущие темы здравствуйте наталья доброе утро потрясите потрясите нас снова как космосом так можно выразиться космическими знаниями и мудростью предупредите о чем-то от чего-то от говорите да что август грядущий нам готовят вот так вот широко можно поставить вопрос который нас живут трепещет в данный момент животреплет животреплет вот вы упомянули про ретроградный меркурий но в августе его не будет но он будет в сентябре в конце а значит нам стоит к этому подготовиться почему потому что вот сразу обозначу заблаговременно что с 26 сентября до фактически 19 октября у нас будет период ретроградного меркурия конечно которым всех начнут пугать чтобы быть подготовлен можно уже в августе поскольку он у нас станет очень сильным и мудрым этот меркурий начиная с 12 августа ибо войдет в знак где вы а в знаке девы он имеет максимальную силу поэтому начиная с 12 августа очень хорошо заниматься всеми меркурианскими делами а именно документами подписанием заключением сделок покупками не знаю приобретением транспорт выбором направлении образования знакомствами почему хорошо потому что как и сказала во первых меркурий в деве сильный во вторых дело она очень разумная она осторожна соответственно она за результат она за полезность и соответственно под ее влиянием под влиянием знака девы именно меркурия в знаке девы мы можем хорошие приобретения полезные сделать мы можем знакомства полезные завести мы выберем образование то которое будет потом пригодны и применимо и которые будут приносить доход и так далее так далее и при этом трезвость оценки очень высокая почему потому что и венера пока еще тоже находится в знаке делать то есть мы такие и трезвые в оценке своей и еще и трезвые умом своим это очень вдохновляет действительно осталось дождаться 12 августа и наступит вот эта мудрость а что же нам делать вот в первые в первые деказе августа быть сдержаннее так можно в общем-то про каждый день сказать извините называется житейской мудростью сейчас расскажу про начала во первых строках своего письма август у нас начинается на убывающей фазе луны как в общем то практически каждый месяц и новолуние состоится 8 только 8 числа а дело в том что приблизительно как раз до 8 до даже до 10 наверно августа энергии будут таковыми но и вот напоминать настроение июля помните мы с вами обсуждали такое воинственное непримиримое жажда независимости дайте мне выскочить из всех одежды показать себя как-то очень блестящим таким непримиримым оригинальным вот это начало августа но луна убывает то есть получается что энергии как бы для того чтобы показаться действительно блестящим и супер талантливым энергии то маловато а очень хочется поэтому вот до где-то 8 10 августа высок риск в общем-то выставить себя в свете дурном таким самодуром записываем оба я в прямом смысле делаю пометки потому что потом же все это отобразится на портале миксер слава не останавливайтесь а это для всех да для всех знаков зодиака вот сейчас общий прогноз погоды логически вот то есть потому что для каждого персонально понятное дело что если мы будем говорить в отдельности о представителях каждого знака то для кого-то это будет возможно шанс действительно показать себя с блестящей стороны а для кого-то абсолютно может быть разрушительные истории поэтому но здесь так все-таки ум то давайте включать давайте давайте тогда сформулируем следующим образом ну классический вопрос август для кого будет наиболее благоприятен из знаков зодиака но зачем вы так со мной делаете ну хорошо давайте по-другому расскажу потому что для кого из знаков но может говорили об этом много-много раз то есть это может быть лев у которого это может быть солнечный лев лев у которого пять планет в деве и вот я сейчас скажу что всем львам прям замечательный блестящий а у него большая часть планет находится в знаке девы и он это почувствует едва-едва всю эту блестяще поэтому давайте лучше говорить о чертах манере поведения которые в большей степени принесут нам чувство глубокого удовлетворения понял осознал постараюсь впредь подобных ошибок не совершать и таких вопросов не задавать учел и записал какие черты каких знаков для нас наиболее благоприятны течение августа значит за счет таких знаков планет подключения из знаков девы из знака тельца из знака весов знака козерога за счет вот этих подключений у нас будут создаваться благоприятные внешние ситуации что такое активность знака девы это мудрость осторожность расчет вот многих укоряют подчас в том что они корыстны расчетливы часто это представители знака девы так вот это как раз таки манера поведения верная в течение августа но не то что прям такой ты весь корыстный такой гадкий но ты просто осторожный ты действительно считаешь где тебе будет выгоднее удобнее безопаснее это нормально не лезть на рожон а вот как раз лезть на рожон это взаимодействие планет огненный конкретно в знаке льва и в знаке водолея то что будет нас провоцировать в августе опять куда-то втюхаться опять устроить какую-то войну протесты совершенно ненужные которые приведут к разрушениям причем но давайте на самом простом бы там уровне скажем житейском это опять во вероятность аварийных ситуаций на дорогах если мы вовлекаемся вот в это ненужное соревнование на дороге когда один начинает всех подначивать и вот вроде бы невольно ах ты сейчас я тебя проучу но и это может привести к последствиям не хорошим поэтому включаем в себя в себя включаем в себя в черты девы мудрость осторожность расчет логику корысть мелочам вот еще очень важно это внимание к деталям нюансам и мелочам нету этих мелочей они не мелочи на самом деле в августе можно ли жениться в августе то есть вот вы ксаль не лезем на рожон вот это можно вот можно но по расчету а ну вот пошел ты говоришь вот специалист пускай вас не на самом деле можно во первых опять же почему а может дело знак делать нам здравую здравость даст такой хорошую способность опять же тоже безопасность она очень важно все-таки в браке согласитесь а венера планета любви которая 16 августа перейдет в знак весов как раз таки настроит нас вот на абсолютную любовь и гармонию венера в знаке весов она имеет максимальную силу вот начиная с 16 августа мы все будем за мир за любовь за красоту поэтому вот выходить замуж или жениться на венере в знаке весов а меркурий в деве это знаете как вот просто повезло так получилось что и по расчету и по любви вот так совпало вот в августе да можно теперь а вот хоть переноси дату свадьбы сразу уверен что теперь нас ожидает свадебный бум он по крайней мере должен ну после такого предупреждения такого прекрасного посыла наталья простите мне бога ради наверное глупый уж сто процентов дилетантский вопрос а как раз накануне с коллегами зашел ну не то чтобы спор разговор и я объясню вы упомянули я сразу вспомнил о нем ну я же конечно обрадовался сказал вот кто в том числе будет среди наших гостей сегодня и стали там да там опять вспоминать кто по знаку зодиака и так далее и вдруг в голову пришла мысль а почему водолей огненный знак ну у него в название водолей не огнемет ну это что-то совершенно противоположное как так получилось тут сложно мне александр на ваш вопрос ответить во первых потому что водолей не огненный знак он воздушный воздушный почему он воздушный они стихия воды хорошо и я перепутал но суть вопроса остается все еще не 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 водной стихии принадлежит несмотря на название много чудес в этом мире александр водолей действительно это воздушный знак прекрасный ответ спасибо зафиксировал науке это неизвестно но знаки же получили свои названия от созвездий да то есть сначала созвездия потом знаки то есть это же не 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 повторяет одно другое почему но там из символа по моему насколько я помню из его символики выходит это все да то есть он там с одной стороны он что воду льет но с воздухом у него тоже там в самом именно символе прописано что связь есть если он не то что как бы исключительно сама символика знака водолея она обозначает воду нет это в знаке водолея тут еще что обуславливает его принадлежность воздушной стихии главная планета планета управитель это уран уран это высшее знание это высшее ипостасть планеты меркурия которая тоже является управителем воздушного знака знака близнецов уран и водолей это ну такие товарищи которые для нас осуществляют прорыв туда высшее знание куда-то за пределы вот этого ну нашего уже сложившегося мира и сложившихся опять же ну не знаю чего знаний вот завтра уже повторяю одно и другое вот поэтому это воздушный знак потому что главная планета него уран но не только поэтому в числе прочего не солнце не марс а уран отлично большое спасибо наталья у меня вопрос вот связанный тоже с практикой наверняка многие берут отпуска в августе август считается традиционным таким временем для поездок насколько вот вы советуете не советуясь отправляться в дальние ли путешествия в короткие поездки можно ли отдыхать например вот вопросы практически оставлять хозяйств многие волнуются например уходишь с работы чтобы тебя не подсидели или там коллеги или что-то еще вот можно ли покидать рабочее место и отправляться на отдых хороший вопрос я на вам на него отвечу особенно конец августа особенно принесет нам наверное новые ограничения новые нормы вопросах как раз таки относящихся к поездкам и к образованию поэтому если мы говорим о поездках то лучше наверное осуществить это до конца августа прошу прощения за уточнение вы имеете ввиду ограничение эпидемиологические или все-таки мы сейчас про астрологию еще говорим или такое удачное совпадение я абсолютно серьезно вот мы говорим сейчас об ограничениях связанных с текущей ситуации которые конечно же прописаны в том числе и влиянием планетарным если мы это все вместе складываем то мы понимаем в принципе по какому поводу это будут ограничения да это вот да что-то я еще хотел сказать по поводу здоровья да я кстати даже себе это пометила вопросы медицины и здоровья будут очень актуальны в течение августа что это значит что нужно проверяться лечиться ну да благоприятное время для того чтобы лечиться или есть опасность наоборот заболеваний благоприятное время для того чтобы наконец-то в общем-то настал период некой ясности особенно это после новолуния после 8 августа после того даже после 12 августа почему или начиная с 12 там как раз у нас меркурий оказывается в знаке девы дева это в общем-то знак относящийся в том числе или сигнифицирующий в том числе состояние здоровья медицину конкретно но все равно будут и ситуации когда ну я подозреваю что август может принести и рост численности заболеваний может но и будут все-таки какие-то новые истории новые лекарства новые способы лечения за счет активности знака делать такой знаете как вот какой-то переломный момент этот август то есть можно можно ли отправляться на абсолютно вот рекомендуется ли обследовать свое здоровье в августе на всякий случай то есть вот однозначно да однозначно да потому что опять же возвращаясь к тому же меркурию с которого мы начали девском он дает вот эту вот здравость четкость оценки поэтому и поскольку дева это в том числе знак здоровья медицины то вот точность диагнозов консультации специалистов это благодаря как раз вот активности знака девы можно можно и нужно у нас да я смотрю что есть вопрос в ватсапе кто-то написал а ну тут прямо когда пройдет коронавирус сейчас спрашиваю ну послушайте это же не только от астрологии зависит когда пройдет коронавирус я думаю что вся эта история мы по моему уже говорили об этом упоминали что ну я думаю что еще года до двадцать четвертого до двадцать пятого точно еще так то больше или меньше степени но мы будем иметь с этим дело что в политике вот как правители наши не будут ли свирепствовать водители новые налоги и там или что-нибудь еще как-то нас видите по поводу вообще свирепствование то есть марс планета активности действий и инициатив она тоже будет находиться в знаке девы в земном знаке вот марс он же такой это бог войны но в земном знаке там шашкой особо не машут если и дерутся то как-то какими-то ну такими материальными манипуляциями способами с помощью каких-то материальных вещей направлений делай вопрос поэтому если мы говорим о как вы говорите что политики будут делать как вопрос ну да не будут ли ну то есть как как вот вы считаете наши правители будут отпустят вожжи будут закручивать гайки именно правители по поводу вожжи мы же тоже об этом уже упоминали у нас держится до еще 22 года аспект урана и сатурна вот поэтому сатурн это как раз таки власть сатурн у нас знаки водолея еще пока будет находиться достаточно продолжительное время и будут закручивать гайки и будут там что-то с вожжами делать будут почему потому что а им приходится меняться время меняет них заставляет и принуждать очень не хочется это делать сатурн находясь знаки водолея очень сопротивляется а водолеево принуждает эту власть меня соответственно конечно гайки будут закручиваться потому что очень хочется терять свое положение и манеру управления но это все равно неизбежно но это достаточно длительный процесс который как раз таки наверное завершится году как я и сказала 24 25 поэтому пока мы будем во всем в этом принимать участие за всем этим наблюдать но знаете как каждая новая ступень психического развития да как учит нас психология начинается с усложнения деятельности поэтому может и хорошо что у нас такие времена сейчас настигли что нам надо какие-то сложные действия осуществлять может мы так наконец-то разовьемся а так все слишком просто кнопочку нажал там стаканчик кофе налился вот ну да а так надо подумать то есть развиваются нейронные связи а знаешь на что еще обратил внимание в ответе наталья ну вот в первой части когда прозвучало про марс на земном уровне что там воздействие на ком-то материальном тоже это же прямое описание вот этих участившихся случаев мошенничество по телефону да смотри как левого смысле легко как объясняется вот это происходящее у нас это конечно еще и нептун который будет продолжать в августе пытаться сманить нас пути истинного а именно поскольку нептун у нас находится в знаке рыб напротив знака рыб находится знак девы который в течение августа будет очень активным соответственно мошенники не дремлют и мы об этом должны помнить но не только мошенники аферисты как бы их еще назвать такие вот пустомели пустослов вы с этим тоже надо быть очень внимательно но я думаю что дева все-таки даст нам возможность их разглядеть и разоблачить поэтому я бы сказала что август это еще и месяц разоблачений а вот спрашивают нас вот пишут будут ли отрицательно влиять на людей планеты и звезды вот в ближайший период будут конечно ну как отрицательно будут напрягать скажем так опять же является ли напряжение отрицательным влиянием это вопрос кому-то напряжение необходимо для развития будут и я могу скажем некие даты обозначить напряженных если у нас еще есть время да буквально у нас минуту как раз и остается хорошо давайте тогда обозначить напряженные периоды с 2 по 6 августа 7 8 9 10 11 августа 12 августа вот самое начало как я и говорила до 12 достаточно напряженный период но он же понимается с одной стороны это период который будет выстраивать определенные препятствия которые которые многих заставят лечь и не вставать других подстегнут к действиям и к активности и потом будет период напряженной с 18 по 22 из 23 по 27 число по-прежнему рекомендую очень сохранять спокойствие на дорогах если каких-то аферистов замечаем сразу же жалуемся туда куда надо заявляем об этом вот ну и на самом деле благоприятных моментов тоже будет великое множество да и помним что наши главные помощники это разум это анализ это внимание к деталям к мелочам это расчет расчет гармония мир взаимодействие на равных равное партнерство наши верные друзья солнце воздух и вода и часы на которые мы поглядываем и смотрим что время уже нам закругляться или огромное спасибо что что все так детально разложили хорошего вам августа нам многое мудрости и сдержанности остаемся на связи обязательно через месяц уже вот я предскажу что обязательно к вам снова обратимся еще раз огромное спасибо хорошего дня наталья бушкурова астропсихолог была с нами мы с олегом ходим на небольшую паузу после чего поговорим о кино о новом кино латвии